добрый всем пасмурный вечер у нас уже не день время идет к вечеру всех приветствую на своем канале будни риэлтора сегодня хочу затронуть тему мошенничества вчера мне попался такой ролик как разводят телефонные мошенники как обманывают всякими вообще просто изощренными способами мне кажется уже старо как мир но я скинула этот ролик посмотреть на всякий случай своим родителям свекрови чтобы тетям общем дядям чтобы посмотрели потому что обманывают к сожалению наших пенсионеров чаще всего потому что люди доверяют но обманы такие что там говорится не подкопаешься это надо просто человеку промывали мозги два дня при этом бедная пенсионерка перекинула уже не знаю там 93 тысячи в один день на следующий день просто и и ну берегли два молодых человек от помогли ей просто и видно было что женщина уже настолько была в отчаянии она была запугана то есть люди работают это надо быть не знаю каким психологически продвинутым человеком чтобы убедить убедить постороннего постороннего человека в том чтобы ему перекинули деньги да то есть там даже мошенничество не в том плане что сюда случилось там кого-то надо вытащить из тюрьмы а уже такие что ваши счета заблокированы карты заблокированы в общем заставили ее купить телефон с этого телефона я не знаю там это просто люди верят всему поэтому хочу сказать что есть такое уже словосочетание не очень приятное но она существует как черные риэлторы это все таки не риэлторы в первую очередь это мошенники которые специализируются именно именно в области сфере недвижимости да так скажем но моем опыте личном и от моих клиентов которые попадались чаще всего именно не риэлторы обманывают так сказать черные собственники если так можно выразиться потому что представляются и обманывают чаще всего именно представляются собственниками квартир последнее время и ну даже не знаю в большинстве своих случаев те как у фирмы одиночки которые раньше разводили якобы вам пришлем базу собственников по аренде они ну там мы брали маленькие какие-то небольшие суммы конечно были случаи когда обманывали сильно на большие какие-то предоплаты но моем личном опыте когда я нарвалась на бандитов еще в начале своей деятельности я попалась именно на так сказать черного собственника и потом услышала очень много случаев и сейчас до сих пор эти черные скажем так собственники якобы существуют что я могу сказать как они обманывают чаще всего это просят конечно же внести какую-то предоплату не видя документов не подписывая никаких соглашений причем документы только в оригиналах только с паспортом соответственно документы на квартиру паспорт договор непосредственно за что вы отдаете деньги до то есть либо это договор найма либо это договор допустим аванса да любой какой-то документ и соответственно расписка о получении денег вот этого лица просто необходимость всех любых денежных таких скажем получений да то есть как только вы что-то переводите вы имеете ввиду что никакой чек вас не спасет никому потом не докажешь кому-то перевел этот чек ну и что и куда он может ему денег просто должен понимаете поэтому только расписка только личная встреча и оригинал документов потом что еще хочу сказать как еще разводят ну если только подделывают документы допустим да говорят о том что это моя квартира берут полностью аванс вернее даже не аванс берут полностью допустим стоимость аренды жилья полностью залог и пропадают а потом оказывается что он сдал так квартиру 10 20 человеком и он вообще не собственник в каких-то условиях такое может быть только всех если он не предоставлял документы либо предоставлял какие-то ну соответственно подделки документов это все конечно уже мошенничество это люди я не знаю наверное в каждой профессии есть не очень скажем так порядочные люди а есть конкретно бандиты до мошенники поэтому конечно сама фраза черные риэлторы это все-таки больше речь идет о мошенниках но не как о риэлторах поэтому мой вам совет всегда проверяйте документы всегда требуйте расписку о получении денежных средств и внимательно все проверяйте все проверяйте требуйте свежие какие-то документы иногда можно посмотреть допустим на чем больше просто чем больше вам предоставляют документов и тем вы спокойнее у меня было такое конечно когда попался собственник который я помню я прям даже запомнила его потому что слава богу у меня собственники все адекватные я уже понимаю что с кем я хочу работать а с кем ну наверное проще отказаться когда собственник вообще был так возмущен почему вы проверяете это я вас должен проверять что тут у меня смотрите это вы ко мне пришли вот после этого знаете как бы люди ушли а я просто смотрю и говорю вы понимаете что любой человек имеет право передавая вам денежные средства да убедиться в том кто вы на самом деле и я как бы понимаю что в таком делал мне диалог дальше не пойдет просто я с вами не готова работать потому что вы не идете навстречу никто никому ничего не обязан я согласна но при подписании любых договоров собственник обязан показать вам оригиналы своих документов все на этом точка те люди которые начинают бодаться те люди которые не хотят этого делать значит им есть что скрывать вот и все если рассказать вкратце о моем плохом скажем так опыте ну слава богу ничего не случилось страшного никто не потерял ни рубля ни копеечки была запланирована только встреча у меня было несколько желающих посмотреть квартиру напомню что работала я тогда только начинала и приехав на квартиру хозяин просто не брал трубку я извинилась перед всеми кто у меня хотел смотреть а потом мне позвонили сказали что девушка вы знаете вы рекламируете квартиру которая не существует вот это было для меня шоком и оказалось что действительно человек просто выставил фотографии со мной общался очень не знаю на тот момент мне казалось очень грамотно по квартире все рассказывал четко рассказывал объяснял в итоге он набрал кучу предоплат и просто пропал после этого конечно прежде чем рекламировать и ставить квартиры конечно же я встречаю собственником лично смотрю квартиру смотрю документы обсуждаем условия только тогда я ее рекламирую это был мой такой опыт по незнанию к сожалению очень много агентов которые продолжают так делать даже агенты есть просто неимоверное количество объявлений на сайтах где просто фейковых квартир процентов 80 поэтому внимательно все проверяйте смотрите оригиналы к сожалению удаленные сделки очень опасны но они есть любом случае лучше подстраховываться и договариваться чтобы кто-то за вас посмотрел в живую эти документы и в оригинале но у меня все поэтому берегите свои нервы деньги и обращайтесь к профессионалам рука моя отмерзла на улице я думаю где-то около 0 идет пара за рта до холодно а сейчас у нас пятница вечер всем хороших выходных завтра я еду на богатырский принимаем комнату наконец-то об этом я вам расскажу обязательно завтра надеюсь проведу видео обзор и покажу все как мы закрываем сделку всем хорошего дня